всем привет дорогие друзья с вами кисель и мы продолжаем серию гайдов по и light dangerous и среди на очереди у нас инженеры а счастливчиком из них выступает тот маквейн первый кто попался мне в этом списке и кого я хочу обозреть так сказать ну что ж нам нужно к нему отправиться что хотим отправиться нужно где он находится давайте-ка зайдем на карту так заходим заходим в навигацию либо же через инженеры если у нас открыты инженеры тот маквейн многоствольные пушки залпового орудия но там не не только это там еще много чего есть конечно же но остановим конечно многоствольные орудия так вот смотрим он находится на системе вульф 397 так сейчас а мы то где ох ё-моё нам нужно победить пол пузыря так давайте-ка поставим так что-то я не понял это сколько прыжков 29 так не дело секундочку так ну что ж мы поменяли корабль и потому что на том прыгать ну очень долго было и рекомендую вам всегда держать такой корабль на случай перелетов так сейчас быстренько на f вульф 397 так заново отменить поставить заново и что у нас получается 8 прыжков всего лишь ну что ж запускаемся нет ребят действительно если катаетесь по галактике рекомендую иметь маленький корабль с большим прыжком ну что ж увидимся тогда уже в системе вульф 397 такс ну вот мы в системе вульф 397 и здесь нам нужно попасть на одну планеточку открываем карту системы смотрим вот трус меди точка прибытия 134 световые секунды на самом деле не так что и долго так ну что же открываем карту планеты наводимся тут у нас кстати чернесс прогресс плюс спинадлежность федерация эсеры legacy 2 плюса федерация и вот то что нам нужно трофи кэмп летим сюда ну что ж господа вот мы уже садимся на эту станцию он после заказ назвать ребят рекомендую включать режим ночного видения это делается вот здесь ночное видение внешне просто иначе не видно нифига можно просто спокойно убиться об гору так мы уже садимся в чем у нас там куда уже все автопилот супер точнее автоматическая стыковка распаковка . так ну что ж вот мы на месте так сделаем заправочку починемся и заходим службу космопорта так вот он наш инженер маккуин ну нам нужно зайти в мастерскую инженера после чего здесь у вас появится в окне то что он хочет 100 тысяч кредитов получить от вас через ваучеры через боевые ваучеры если не ошибаюсь в общем вам нужно будет принять и в этой системе отправиться на навигационный маяк либо же на кластеры там нужно будет сканировать прилетающие мимо корабль корабли если они в розыске начать просто по ним стрелять естественно корабль для судей не придет нужно нужен боевой который вы сможете сюда вызвать через сейчас снаряжение они здесь не получится нужно будет на станции вызвать корабль чтобы вас перевезли потом прилететь взять эти ваучеры и полететь просто долбить непись после чего приходите сюда сдаете и хопа у вас открывается доступ к улучшениям у этого инженера давайте как почитаем его историю тот маккуин заработал свое прозвище проведя успешный сезон на арене сик юси после этого он стал еще известнее занявшись охотой за наградами на фердлайнсе серьезно усиленно гастрольными оружием фердлайнс очень даже хороший корабль очень но мамба мне нравится больше она об этом потом тот всегда рад помочь своим коллегам по ремеслу объединив силы с несколькими старинными друзьями по сик юси он организовал частную компанию оказывающие услуги по модификации корабельных компонентов улучшайте отношения с ним чтобы найти еще одного инженера вот молодец парень взял и с нуля прям поднялся так вот смотрим здесь пять гаек сначала у вас будет первое что перейти с одной на другую и так далее нужно улучшать модули в данном случае оружие многоствольное оружие чем оружие больше 1 размера 2 3 и 4 от этого будет зависеть как быстро перейти на следующую гайку то есть четвертую если будете улучшать с первой вы чуть ли практически не сразу перейдите на вторую и так далее лучше улучшать и четвертую но вам не обязательно летать сюда все время вы можете закрепить любой понравившийся вам чертеж и далеко на станции просто ставить модуль четвертого размера улучшить его продать улучшить продать но здесь используются микроресурсы которые как бы очень тяжело находить так теперь пройдемся по эффектам здесь по 5 гаек в каждом эффектов всего раз так раз два три 4 5 6 7 8 пройдемся по каждому потому что они все практически одинаковы для всех представленных орудий у этого инженера первое эффективное орудие это лучше так что у нас делают уменьшает тепловую нагрузку на 60 процентов это очень хорошо но для многоствольных пушек это не критично это больше для лазеров урон в секунду повышается на 23 процента что тоже очень слабо урон повышается на 24 процента соответственно после чего энергопотребление уменьшается на 50 процентов что позволит вам поставить более лучшие щиты либо какие-либо другие улучшения для вашего корабля и модуля также тяга распределитель уменьшается что позволяет вам дольше стрелять дальше вместительный магазин так стоп сейчас секундочку так здесь увеличивается потребление энергии у нас многостволки это не страшно увеличивается масса может скататься на маневрости на дальности прыжка кстати не слабо разница такая но если в том нах так максимальный боекомплект увеличивается в два раза господа и размер боекомплекта повышается тоже вы сможете дольше стрелять до перезарядки и иметь больше патронов что позволит вам дольше находиться скажем на навигационном маяке или в зоне добычи ресурсов и ловить пиратов и но это на самом деле хорошо вам не нужно будет так часто летать туда сюда но как бы минус массив потребление энергии но урон секунду тоже повышается и скорость стрельбы также что тоже очень хорошо больше шансов попасть бы так легкое крепление уменьшает целостность то есть вам легче вышибить орудия но если вы играете от щитов то это не страшно масса уменьшается блин просто просто великолепно она уменьшается на 90 процентов практически в 10 раз то есть было 16 он стала 16 магия магия того стоит конечно же стоит потребление у энергии уменьшается и тяга тоже уменьшается тяга распределителя это все где легко леп но давайте-ка дальше дальнобойное орудие увеличить потребление энергии не критично но увеличивает на 15 процентов увеличивает массу на 30 процентов 16 20 разница небольшая на самом деле но у нас увеличится максимальная дальность четырех до восьми километров господа восьми просто представляете что это с какого расстояния можно просто долбить скорость наряда тоже увеличивается что уменьшает упреждение и радиус полного урона увеличивается в четыре раза получается почему здесь триста процентов я не знаю в общем если будет стрелять с трех метров обычно с 3000 метров с обычной пушки то ром будет неполный а тут он будет полный на протяжении всех восьми километров это друзья мои это просто великолепно так усиленная тяга распределителя увеличивается на 35 процентов это уже ощутимо потому что ну если у вас еще есть лазеры то в это ощутительно себе ого как тепловая нагрузка увеличивается 15 процентов не страшно это не лазеры не рельсы не плазма и не ракет размер боекомплекта уменьшается это уже ощутимо ощутимо но при всем при этом урон секунду увеличивается за счет повышения урона на 70 процентов с одного выстрела вот на самом деле что лучше чтобы быстрее стреляла или чтобы сильнее била вот я не знаю что будет лучше наверное чтобы быстрее стреляла шанс попасть больше но урон выше улучшение скорострельности ну что я и говорю урон в секунду увеличивается на почти 70 процентов урона уменьшается на 5 но это с одного выстрела и увеличивается колебания что увеличивает разброс но при этом грубо говоря если корабль активно маневрирует корабль противника у вас большая шанс попасть скорость стрельбы ребята повышается на 80 почти процентов 78.57 тяга распределитель уменьшается и время перезарядки уменьшается и стрель 1 4 секунды то есть вы отстрелялись весь боекомплект у вас все четыре палки реактора находятся в реактора распределителя находятся в оружии 1 4 секунды это очень быстро бластер малого радиуса действия вот это уже для кораблей которые находятся очень очень близко к своей цели чуть не раз не на расстоянии километра но тут очень высокий урон максимальная дальность 2000 метров но если вы играете в клинч с другим кораблем то это то что вам нужно тепловая нагрузка увеличивается на 40 процентов что уже более ощутимо урон в секунду увеличивается на 75 процентов от того что урон вечности ну ну вы поняли тоже очень круто очень круто прочное крепление масса увеличивается в два раза очень критично это ставить только либо на очень большие корабли либо на корабли которые очень маневренные тот же самый федя на маму я бы такое не ставил скорее всего целостность повышается в четыре раза четыре раза бронебойность увеличивается на 60 процентов это очень хорошо вы сможете гораздо быстрее вышибать модули ну скажем реактор корабля тепловая нагрузка уменьшается что тоже приятный бонус но а экспериментальные эффекты я затрону в отдельном гайде посвященный всем инженерам и там уже будет отдельное видео так назад у него еще есть тут пять гаек орудия только в две гайки он может тут все то же самое в принципе вот видите все совершенно то же самое дальше залповое орудие тут уже три гайки все вот двойной выстрел длина очереди увеличивается скорость стрельбы размер боекомплекта и так далее так эффективное орудие так это то же самое вместительный магазин то же самое лёгкое крепление то же самое усиленная руль то же самое тоже 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 самое и рельсотрон в пять гаечек в пять так то есть только 2 так здесь вместительный магазин то же самое легкое крепление то же самое дальнобойная то же самое бластер малого же самое прочное крепление то же самое так это все да это все сейчас посмотрим ничего мы не забыли а и еще я не Помню, говорил, не говорил, повторюсь Можете улучшать на станции, закрепив чертеж Чтобы не летать к нему каждый раз И просто один и тот же чертеж думаете По поводу вот этого, ребят Это тоже будет отдельное видео Я все это расскажу, все это покажу у себя на канале Ну что ж, господа Всем спасибо за просмотр Надеюсь, это видео поможет вам В улучшении своего корабля В улучшении своего скилла В получении удовольствия от нагиба NPC, либо же других игроков Не знаю, куда вас занесет А на этом у меня все С вами был Кисель, всем спасибо за просмотр И пока-пока, и до встречи